Тарас Фалек. Кумпельгрупп. Чо Групп? Ну, мы же ресторанная мережа, яка, ну, починала там свою дияльность, до речи, цього року 20 років, як ми відкрили першу піцу Челентану, потім перевели... 20 лет назад уже... Ну, ресторанним бізнесом ми почала займатися, компанія почала займатися 20 років тому. Ми відкрили піцу Челентану, потім пустили її на франчайзінговий бізнес, на сьогоднішній день там 130 ресторанів по Україні. Ого! І крім того, ну, тобто інвестори прийняли рішення, що ми будемо відкривати немережеві ресторани. Це окрема структура. Є два кумполя, Голодний Микола, Бачевський, і, тобто, ми їх об'єднали в один маркетинговий проєкт, і тому назвали, що це кумпельгрупп. А именно півоварня, коли почалася? 10 років цього року. В 2008 році ми відкрили кумпель на площі Метні в Львові. 10 років вже. Це, взагалі, одні з перших. Так, ми з Некрасовим були одні з піонерів півоварення в Україні, так? Так, так. Класно. Ось один із піонерів півоварення в Україні, крафтового півоварення. Так, тобто ми прийшли в цю всю еру живого пива, живе. Некрасов, виходить, на востокі, ви на западі. Так, ми пройшли цей весь бурлящий процес живого пива. Потім це все перейшло в ранг крафтового. Ну, вчилися самі на своїй туму. Ось це только названня меняє. Ну, фактично, я для себе це глобально. Якщо на це подивитися, я вважаю, що так. Ось це просто маркетингові ходи. Там переименування живого, крафтового. Потім хтось щось нове придумає. Так, кстати, крафт затаскали. Це названня вже. Ну, під нього просто почали, ну, тобто там вже заходити. І виробники, які, ну, близько я вважаю, що вони не є крафтовими. Ну, так. І не тільки по піву, а взагалі просто. Так, ну, коли я вже чую рекламу «Крафтова горілка», я ніяк не можу собі відповісти. Всігда «Крафтова горілка» була це сама гонка. Ну, десь так. Якщо 10 років, цього року вже готується там до якогось святкування. Ну, класно. В Львові скільки у вас виходить? Одна пивоварня, так? У нас дві пивоварні. У нас от в Кумпелі на площі Митній – це пивоварня, з якою ми починали. Вона маленька. Скільки? Там 10 тонн в місяць вона варить. А варочний порядок? Тонний. Тонний. Тонний варочний. П'ять двохтонних ЦКТ. Тобто, вона працює сама на себе в ресторані. А потім, ну, тобто, ми коли відкрили цей Кумпель, ми думали, що ми там будем забезпечувати пивом ще там інші наші ресторани. Ну, там через перший рік роботи ми зрозуміли, що дай Бог, щоб нам вистачало тут. Тобто, ми там відкривалися з трьома сортами, потім прийшлося лишитися на двох сортах. І в 2012 році ми почали будувати більшу пивоварню з розрахунком на 100 тонн в місяць. О, вже крутая така. Ми купили зіповське обладнання, зіповський завод. Тоже зіп. Я бачу, зараз зіп, як би, превалирує, скажімо, більше всього. Ну, дивіться, я там трошки орієнтуюся в цих всіх процесах. Тобто, якщо розібратися по співвідношенні ціна, якість, ну, альтернативи. Саме качество. Ну, тобто, альтернативи я не бачу. Тобто, там можна купляти Rolls-Royce в вигляді Каспера Шульца, але питання, чи є логіка. Це зрозуміло. Ну, от всі, виходить, варвар, зіп, дібі зіп, фанатік зіп, ви зіп. Тоже зіп зіп зіп. Молодці. Тобто, вони показують хорошу динаміку. Причому, що мені в них дуже подобається. Вони не зупиняються, як деякі інші виробники обладнання. Вони розвиваються всі. Кожного року, ви порівняєте… Варочний зіп зіп зіпів схемла у 2017 році і 2018 році. Все. Вже є три-чотири відмінності, окримики. Щось покришлюв. Тобто, вони йдуть в ногу з часом. Це дуже правильно. На відміну від інших, які там… Оті схожусував, у Некрасова першого. И последнюю, на фанатике, космос, машина и космический корабль. Ну и вот мы уже 3-4 расширения провели, потому что план у нас был такой, что мы строим помещение под завод с рассмотрением 100 тонн в месяц, купим основное обладание сразу в перспективе и потом только цикотажками будем это развивать. Мы начали с 20 тонн, сейчас уже дошли до 70 тонн по объему, линейка на сегодняшний день где-то до 15 тонн, что-то в пляшке, что-то в наливе, я уже по возможностям и по нагрузкам смотрю, что мы туда льем и все. Нормально. Здесь же выиграли, да? Да, я сюда на этот конкурс привез 9 сортов, мы были там в семи категориях, взяли два золота, одну бронзу. Зараз еще ждем последний результат, чтобы подбить полностью итоги. Мозаик Апа повторила успех минулоречный, она минулого року взяла золото и потом гран-при дегустационного конкурса. И сейчас тоже, да? И в этом году тоже золото. Мозаик хороший хмель. Это сингл хоп делали? Да, мы делаем сингл хоп с ухмелением холодным, хороший хмель, мягкий. Ну уж питание заключается не только в хмеле, да? Тут можно там все идеально, а в кинцевом результате не все хорошо. Ну да, или там плохо проварите, там где метилсульфит будет лезть откуда-то. Все, что угодно. Да, ну вот для примера, например, да. То есть все ингредиенты должны идеальным и дыбочным быть, чтобы... И вытриманный, и технологичный процесс должен быть, чтобы... Ну конечно. Что-то пошло, да. Да, где-то ошибочка и уже будет косяк вылазить где-то в стороне. Понятно. А расскажите, как вообще в пивоварение пришли, от чего? Это очень простая история. Когда стало вопросом, куда поступать после закончения школы, я никогда не любил физику, а с химией у меня нормально. Да. Получалось. И я решил, что я пойду в Львовскую политехнику на технологию харчовых производств. Так вы, получается, профессиональный дипломованный магистр. Вот сейчас аспирантуру уже закончу, где-то до конца года. И я пошел в эту всю штучку, привчився, и потом, как раз, инвесторы выношали оцю идею открытия пивного ресторана. Мы с ними познакомились. И, ну, они, понимаете, в ресторанном бизнесе, но для пивоварения для них было что-то новое. То я, фактически, прийшел без практики на работу. И мы такими спильными зусиллями поэтапно начали в это вникать, ездить на стажирование. Это вообще очень сложно было. Прецедентов даже не было, как сделать свою частную пивоварню. То есть были только гиганты пивоварения. Ну, мы ездили в Европу. В Европе одно дело. Виробники обладнания. То есть, из кого мы купили первый завод. Была австрийская компания. Они нас там отправили, там отправили. Подивилися, поварилися. Ну, технология понятна. А вот именно юридические такие аспекты, все это оформить правильно? Вообще ж не было ни в каких. То есть, когда мы начали решить вопрос, что мы хотим в житловом доме, в котором мы купили помещение, поставить пивоварню. У нас все смотрели, там станция никак не могла понять, а как же санитарные нормы, там по 50 метров и так далее. Но это было очень сложно. Но побороли мы этот процесс. Ну да. Я просто, если сейчас тяжело, до сих пор это пробить. То есть, а 10 лет назад… Ну, это все очень просто там поясняется. Если разобраться, ничего складного там нет. Просто мы не хотим, ну там, наши родные депутаты, не хотят это на законодательном уровне нормально формализовать и привести в какие-то стандарты. То есть, не можно сравнивать великий пивзавод до ресторанного пива. Конечно, когда сделали единый налог по 500 тысяч для большого производителя, а для маленького, ну это же просто нонсенс. Как? Мы тоже про это выступали, писали листи ризного рода. Ну, тоже как бы и благодаря вам это всё как бы сдвинулось. Ну, я не могу сказать, что мы там были одни из тех, но мы максимально старались… Да, ну, по своих возможностям мы максимально старались, ну, то-то пояснить, что людям, ну, то-то, мое быть все-таки какая-то дифференция. Я бы предлагал поднимать просто акцесс и тогда все в ревных условиях. Да, кто сколько выпускает, столько и платит. Проблем нет. Но, слава Богу, что сделали этот законопроект про 30 тысяч. Хотя бы даже легче. Мы лично платим 500, 3 года подряд. У вас уже выросли объемы? Объемы. В связи с тем, что у нас есть ресторан Бачаевских и мы привязаны до горилки Бачаевских. Мы стали импортерами горилки Бачаевских в Украине. У вас еще и крепкие алкогольные. Там вообще акцесс серьезный. Акцесс серьезный, но лицензия одна и та самая. За 500 тысяч уже нужно какого-то раскладывать. Оптимизировать, скажем так, затраты. И приходится занимать все инжи. Понятно. Ну, понял. Спасибо большое. Приятно было познакомиться. Удачи вам. Поехали hockey. Буду наоборот. Продолжение следует...